В Одессе у памятника Тарасу Шевченко почтили память погибших в Киеве на Майдане год назад Небесной Сотни. На официальное возложение цветов прибыли все высокопоставленные местные чиновники. К ним присоединились и столичные чиновники, министр регионального строительства Геннадий Зубко и министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. Позже министры в здании облгосадминистрации встретились с предпринимателями, чиновниками и руководителями госпредприятий города и области. Они просили помочь в разрешении самых наболевших проблем, к примеру, ремонт дорог. Министры говорят, что изучают вопрос, но что он решится в ближайшее время, не гарантируют. И дороги, и те, кто их обслуговывает, должны быть под местным самовередованием. В среду была первая встреча, на которой со всем руководством «Автодора» начал дискуссию по поводу того, каким образом правильнее децентрализовать «Автодор» и, в частности, эксплуатацию. Что необходимо сделать в нормативно-правовой базе, что необходимо сделать в бюджетной децентрализации, и что необходимо сделать в организационном правовой базе и так далее. Процесс этот будет запущен. На брифинге журналисты подняли вопрос о расширении прав рынка авиаперевозок и отмены квоты на авиаперелеты. Министры объяснили, прежде всего, необходимо подписать договор с ЕС об открытом небе. Если бы я мог, я бы завтра подписал договор про открыто небо. Но, на жаль, Украина сейчас есть заручником певної ситуации, которая является между Великобританией и Испанией, что до Гибралтара. Пока не будет решено это вопрос между Испанией и Великобританией, мы не можем подписаться. Я эскалював эту проблему уже на самый высокий уровень, на уровень президента. Петр Алексеевич будет обговорить это вопрос на своем уровне. Министр инфраструктуры пообещал разобраться и с незаконными стройками, о которых узнал также от журналистов. Андрей Пивоварский попросил подготовить соответствующие обращения, подтверждающие наличие нахолстроя в Одессе. Дарасидровский, Алексей Мараховский, Думска ТВ.